Продается индивидуальный дом в собственности для бизнеса и проживания общей площадью 346,5 квадратных метров с земельным участком 10 соток на Черном Ису. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне пилот самолета Сергей Евдокименко, несмотря на все усилия медиков, скончался в реанимационном отделении травматологической больницы Сургута. В результате падения воздушного судна он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас также в реанимации остается второй пострадавший в авиакатастрофе. Врачи ведут борьбу за его жизнь и здоровье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня пациенту были выполнены сложные хирургические вмешательства на левом бедре и правой стопе. Операции прошли успешно. Пациент находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как табильно тяжелое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты Госдумы пересмотрят закон об отмене выборов губернаторов Югры и Ямала. Парламентарии подумают над количеством предоставляемых президенту кандидатур. Об этом пишет газета РУ. Напомним, что закон об отмене выборов губернаторов Хмао, Янао и Нао приняли в Госдуме в первом чтении 23 декабря минувшего года. Согласно ему, депутаты региональных парламентов предоставляют сначала губернатору Тюменской области или Архангельской в случае с Ненецкой автономией, а он уже президенту России по три кандидатуры на должность руководителя субъекта страны. Сейчас количество кандидатур предлагается увеличить с трех до пяти, чтобы глава государства все же мог сделать выбор. Подумают федеральные депутаты над еще одной поправкой. Она подразумевает, чтобы региональные отделения партии представляли губернатору тех кандидатов, которые согласованы с федеральным руководством политических организаций. Арбитражный суд Тюменской области вернул Центробанку исковое заявление о признании банкротства Тюмень-Агропромбанка. Напомню, лицензию на осуществление финансовых операций отозвали у кредитного учреждения еще в декабре. Центробанк обратился в суд 13 января, а уже 15-го арбитраж постановил вернуть заявление из-за отсутствия достаточного количества документов, которые бы подтверждали несостоятельность Тюмень-Агропромбанка. Впрочем, Центробанк имеет право обратиться в суд повторно, что и собирается сделать. По информации регулятора, Тюмень-Агропромбанк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая финансы в низкокачественных активах. В результате учреждение потеряло средства. Отмечу, что офисы банка располагаются в Тюменской области и в некоторых муниципалитетах Югры и Ямала. Международное рейтинговое агентство «ФИЧ» понизило долгосрочные рейтинги дефолта пяти российских субъектов. Прогноз изменен со стабильного на негативный. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Под пересмотр попали рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюменской области и нашего округа. Аналитики агентства предсказали падение уровня ВВП России в этом году почти на 4 пункта. Инфляцию к концу 2015-го на 8,5%, а также сокращение экономики на 4% против 1,5% в предыдущем прогнозе. История с клиентами фирмы «Астрадан Тур», у которых отдых за границей оказался испорчен, получила продолжение. Руководитель компании практически рассчиталась с одной семьей, однако мы выяснили, что претензии к турферме есть и у других клиентов. Вы взяли взаимосвязь 4 тысячи, вернуешь 64, остается 10, плюс? Плюс вы мне включили условие, что просрочка 1 тысяча. Совершенно верно. Такие дикие проценты, тысяча рублей в день, обусловлены испорченным настроением перед отдыхом и взятыми в долг деньгами, которые пришлось доплатить по вине турфирмы. Сургутяне внесли 100% за путевку в Таиланд еще в июле, это 142 тысячи рублей. Однако перед вылетом выяснилось, тур проплачен не полностью. Если бы мы сегодня, сейчас перед вылетом доплатим сумму разницы путевки, то мы летим. Нам, естественно, очень хотелось попасть в отпуск. Мы нашли эти деньги, доплатили и удачно съездили в отпуск. Эти деньги 74 тысячи рублей руководитель турфирмы обязалась вернуть 7 января. Большую часть 64 тысячи Ольга Шишокина отдала клиентам 15 числа. Остаток и часть средств по пене вернула накануне. Пострадавшие от действий руководителя Острадана все же обратились в полицию Новокружному МВД. Сообщили, что уголовных дел против Ольги Шишокиной в производстве нет. В настоящее время уголовные дела по обстоятельствам, связанным с деятельностью туристической фирмы Острадан Тур, подразделениями Следственного управления МВД России Пахмао-Югре, не возбуждались и не расследуются. Обратившихся в дежурные части полиции граждан по данному факту нет. Тем не менее, случай неисполнения договорных обязательств не единственный. 21 октября прошлого года Алла Шамилина заключила с турфирмой договор на поездку в Египет в канун новогодних праздников. Сургутянка заплатила первоначальный взнос, оформила рассрочку в банке. Спустя два месяца, 24 декабря, девушка позвонила руководителю турфирмы, которая пригласила клиента в офис за ваучерами. Когда я пришла в агентство, она сообщила, что она забыла за нас заплатить. И, чтобы мы не расстраивались, предложила нам путевку в Таиланд с вылетом в ночь на 31 декабря. И 500 долларов компенсации морального ущерба. Однако слетать в отпуск девушке было не суждено. Тур в Таиланд отменился точно так же, как и египетский. С того момента Алла бьется над возвращением почти 115 тысяч рублей. Она уже написала заявление в полицию. В ближайшие дни девушка намерена обратиться в суд. Я с ними работаю. Я с ними работаю. Я обещаю им вернуть деньги. И я им верну при первой финансовой возможности. Сегодня у меня был представитель одного из туристов. Я подписала договор и подписала, какого числа я верну сумму. Я приложу для этого все усилия. И не за счет новых клиентов. Сейчас в связи с финансовым кризисом и сложной внешнеполитической ситуацией поток туристов снизился. Это привело к печальным последствиям в туриндустрии. Как получилось, что некоторые сургутяне не смогли слетать за границу? И удастся ли остаться на плаву одной из старейших турфирм города Астрадан? Расскажем в воскресенье в телевизионном обзоре новостей. Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов, Денис Зонов, Сергей Коликов. Сургут Интерновости. Между тем продолжается расследование уголовного дела по факту банкротства туристической фирмы «Сургут Курорт». По этому делу потерпевшими уже признаны 149 человек. Свои обязанности перед туристами компания прекратила исполнять 12 августа прошлого года. Пострадавшие от действий обратились в полицию, прокуратуру и суд. В силовых структурах на фоне массовых заявлений было принято решение о возбуждении уголовного дела. По факту обмана клиентов туристической фирмы «Сургут Курорт» возбуждено уголовное дело по признакам преступления с мошенничеством, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. В настоящее время уголовное дело находится на стадии предварительного расследования. Более подробной информации предоставить в настоящее время не представляется возможным в связи с тайной следствием. Пострадавшие от действий турфирмы «Сургут Курорт» обратились в гражданский суд. В 2014 году было рассмотрено 18 таких обращений. По данным интернет-портала сургутского городского суда, все иски за исключением одного были удовлетворены частично. В основном сомнения у правосудия вызвал размер моральной компенсации, которую заявители требовали у ответчика. Система «Безопасный город» в Сургуте продолжит работать. Вопрос об остановке комплекса видеонаблюдения, базы розыска и систем автоматической фиксации нарушений не стоит. Об этом заявил начальник сургутской полиции Александр Ерохов. Вопросы с финансированием есть, но они уже стали традиционными, и их удается решать. Кроме того, сургутский «Безопасный город» является чуть ли не единственной полностью функционирующей системой в стране, которая ежедневно работает на все 100%. На перекрестках и улицах нашего города сегодня расположены 300 камер видеонаблюдения и 60 радаров. Из городского бюджета уже на сегодняшний день часть финансирования выделена. Есть проблемы с финансированием из окружного бюджета. Эти вопросы на сегодняшний день достаточно широко обсуждаются. Я думаю, по крайней мере, в Сургуте «Безопасный город» – это одна из систем по всей России, которая действительно работает в комплексе. Не то, что там где-то какая-то часть, а на самом деле в комплексе. Кроме того, в ближайшие дни закончат модернизацию «Безопасного города». До конца этой недели в тестовом режиме работают усовершенствованные камеры на четырех перекрестках Сургута. Они фиксируют выезд автомобиля за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора. За оставшиеся дни подобные комплексы появятся еще на 20 развилках, а протоколы будут печатать на новом полиграфическом комплексе в цветном виде. Таким образом, вскоре эти нарушения целиком и полностью будут фиксироваться автоматически. Напомним, штраф за выезд за стоп-линию составляет 800 рублей, проезд на красный свет – 1000. Технически это программное обеспечение, то есть камеры на распознавание государственного номера и также направлено на объект сигнал светофора. Установлены датчики, которые фиксируют проезд за стоп-линию. Закон о полном запрете спайсов приняла Госдума во втором чтении. Законопроект инициировала губернатор Югры Наталья Комарова после событий в сентябре, когда по стране, в том числе и по нашему региону, прокатилась волна массовых отравлений. В Югре от курительных смесей пострадали около 200 человек, 8 погибли. Тогда Комарова предложила на федеральном уровне запретить оборот любых смесей до прохождения ими сертификации. Под предложением подписались около 20 тысяч югорчан. Через месяц президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за распространение синтетики. В случае появления новых наркотиков, закон позволяет немедленно принять решение об их запрете, даже по единичному случаю, а их распространителей привлечь к уголовной ответственности. Сегодня в списке психотропных веществ только 44 спайса, а в обороте их больше 700. Между тем, сургутские наркополицейские отчитались о проделанной работе в минувшем году. За 12 месяцев изъято около 50 килограммов запрещенных веществ, львиная доля из которых спайсы. Синтетические курительные смеси, завозимые в том числе под видом удобрений, из Китая почти полностью вытеснили из сургута и югры героин, марихуану и даже недавно популярный дезаморфин. Сотрудники предполагают, что наркозависимых цена такого продукта интересует больше, чем качество. За год в нашем регионе захоронение и сбыт возбудили более 400 дел. Цифра значительно превышает ранние показатели. Суд направлен на 122 уголовных дела. Кстати, в это число еще не вошли резонансные случаи по отравлению спайсами. Эти дела пока находятся в производстве. Самая крупная партия года в Югре, 7 килограммов синтетики, была задержана у нас в Сургуте. А с начала этого года в нашем городе уже изъяли около 10 килограммов запрещенных веществ. Больше половины уже было расфасованным для сбыта. Социальный статус лиц, употребляющих наркотики, это лет от 20 до 40. А грубо основная 25-35 лет. То есть школьники, слава богу, попадаются, но не так много. Опять же, их влечет интерес и надо попробовать. Поэтому их всех не оградишь, это понятно. Что нужно? Нужно детей воспитывать. Можно сказать, ну, с того момента, как они в садик пошли. В этом году ожидается двукратная индексация пенсии. С 1 февраля в бюджете пенсионного фонда предусмотрено ее повышение на 7,5%. А с 1 апреля рост изначально должен был составить около 12%. Однако в связи с инфляцией в стране предполагается увеличение выплат по старости. В итоге наиболее вероятный размер индексации пенсии с февраля составит почти 10%. Индекс увеличения будет пересмотрен с учетом роста действительной инфляции. Пока постановление правительства незаконно об увеличении пенсии, об индексации пенсионного балла, пока мы не получили. Список жизненно важных лекарств утвердили, и роста цен на эти медикаменты не будет. Сдерживание стоимости возьмет на себя государство. Они будут дорожать препараты и для льготных категорий граждан. А вот на некоторые таблетки и порошки цены заметно подросли. Насколько и почему, расскажем далее. Инвалид второй группы Николай Шин за льготными медикаментами в эту аптеку приходит ежемесячно, уже больше года. Однако в наличии далеко не всегда есть нужные лекарства. Иногда медикаменты приходится ждать по несколько дней. Сегодня тоже я звонил, да, уже сегодня через три дня. Звонил, говорил, пожалуйста, приходите, поступил. Вот сейчас и пришел, уже взял. В подобной ситуации, как правило, у льготника принимают рецепты, доставляют нужные препараты со склада. Закон отводит на это не больше десяти суток. Впрочем, еще в декабре прошлого года Департамент здравоохранения Тюменской области заключил все необходимые контракты на поставку лекарственных средств. Сегодня аптеки обеспечены медикаментами на три месяца вперед. Проводится мониторинг доступности лекарственных препаратов, который сегодня показывает, что все лекарственные препараты имеются в наличии в аптечных учреждениях. И по результатам этого мониторинга определяется перечень препаратов, которые будут закуплены дополнительно по мере их расходования. Ситуация с ценами на жизненно необходимые препараты остается стабильной. Например, после проверки более 750 аптек выяснилось, что по 50 наименованиям медикаментов цены поднялись за последнюю неделю не больше, чем на процент. Пять поставщиков. Они имеют централизованное снабжение. Здесь на складах запас находится от месяца до двух месяцев. Цена фиксированная, роста цены не произошло. По двум поставщикам, которые здесь имеют склады, запас от трех месяцев до одного месяца. У них произошел рост цены у одних на 0,1%, у других на 0,5%. По тем товарам, которые они получили уже по поставке этого года. К сожалению, этого не скажешь о препаратах, которые не попали в список жизненно необходимых. По коммерческому товару, по остальным препаратам мы отмечаем рост цен. Да, на самом деле он есть. Но вот за прошлую неделю, на конец прошлой недели, за первую неделю, будем говорить, рабочего нового года, у нас средний рост цен от поставщиков и производителей составил 3,8%. То есть цены отпуска ими, ну, к нам товары изменяются. Думаем, что эти цены будут увеличиваться. Впрочем, резкого скачка цен на лекарства не прогнозируют. Для льготных категорий граждан, к счастью, ничего не изменится. Наталья Бабушкина, Дарья Давыдова. При поддержке Вести регион Тюмень. Баскетбольный клуб «Университет Югра» одержал вторую победу подряд в рамках чемпионата Российской Суперлиги. Соперником студентов стал дебютант из Казахстана Алматинский легион. На международной встрече побывала наша съемочная группа. Университет априори не должен был испытать проблем с командой, которая идет на последнем месте. Тем не менее, студенты должны были проявить осторожность. Из-за ее отсутствия, например, в начале января казахам уступил «Алтай Баскет», а чуть ранее – московский МБА. Это новичок в Суперлиге, но они тоже от игры к игре прибавляют, играют все лучше и лучше. И на сегодняшний день наша задача была не расслабиться, выйти в боевом настроении, с боевым настроем. В принципе, что мы и сделали. Сургутяне начали матч в атакующем ключе. Забивали из разных положений с хорошим процентом. Во второй четверти лидеры университета, помимо нападения, подключили и игру в защите, не дав Алматинскому легиону возможности для свободных бросков. В результате гости смогли забить лишь в трех попытках из 14, а сургутяне ушли на большой перерыв лидерами – 50-24. Честно, нет, не ожидали, потому что хорошую игру показали с МБА, но я думаю, что оставили силы. Нет, естественно, что мы знали фактически, что сургут команда сильнее нас в мастерстве в этом, но такого результата не ожидали. После перерыва на площадке у студентов появились те, кто обычно больше времени проводит на скамейке запасных. Результативность в атаке чуть снизилась, но это не помешало университету одержать крупную победу – 93-59. Он сказал, что в втором половине не будем играть, если не надо, чтобы отдохнули за следующей игрой против Розаня и Динамо Москвы, которые играем здесь. Командная игра сегодня. Хорошо приготовились за Алмату, очень хорошо бросали, попали в свои броски, и так и получилось, выиграли. Университет после двух побед к ряду занимает девятое место. Следующие две игры команда проведет на домашней площадке против Рязани, которая пока идет седьмой, и столичного «Динамо», замыкающего пятерку лучших. Матчи намечены на 31 января и 3 февраля. Светлана Стебенькова, Дмитрий Курковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. На этом у нас все. Спасибо за внимание и до встречи в наших выпусках. Фитоцентр Просковья предлагает сургутянам курс оздоровительных процедур и уникальные фитосборы от Просковьи Лосевской. Процедуры в кедровых бочках активизируют функции нервной и сердечно-сосудистой систем. Приобретайте подарочные сертификаты на новогодние каникулы для своих родных и близких. Улица Республики, 78А. Звоните. 24-24-14. Метросеть фиксирует цену. Один год интернета и телевидения за 12 тысяч рублей. Акция действует до 31 января. Телефон 36 08 08. А почему все так дешево? Да потому что мы не жадные. В магазине «Пятерочка» сметана простоквашина 25% 350 грамм. Всего 54 рубля 90 копеек. Скидка 42%. Пятерочка. Удивительно низкие цены. Удачная покупка исполнит ваши мечты. Уникальная акция от салона кожи и дубленок «Флорида». Соверши покупку и участвуй в розыгрыше ценных призов. Главный из которых – две путевки на двоих в Анталию. Город Сургут. Проспект Ленина, 16. Приглашаем в новую вип-сауну «Урарту». К вашим услугам три зала с финской и турецкой парилками, а также бассейнами, мини-бар, караоке, гидромассаж, вай-фай, уютные комнаты отдыха, бесплатные горячие напитки и банные принадлежности. Улица Нагорная, 1-1. Телефон 25-16-16. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. И о погоде на 22 января. Здравствуйте в студии Алина Белявская. В шубке от салона меха и кожи с Олени Коллизиони. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас совсем. Улица Гагарина, 8, улица Лермонтова, 11, дробь 5. В четверг большая часть Западной Сибири по-прежнему будет находиться под влиянием уходящего на восток циклона. Северные ветры которого продолжат поставлять арктический холод и разрозненные массивы снеговых облаков. Лишь на Западе с приближением антициклона постепенно распогодится. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, кратковременный снег. Направление ветра северное – 4,9 м в секунду. Температура воздуха – минус 30, минус 35. Утром также облачно, временами снег. На столбиках термометров около 33 градусов мороза. Днем с прояснениями небольшой снег. Ветер северо-западный – 4,9 м в секунду. Температура 26,31, ниже 0. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» при покупке одной пары скидка 50% на вторую. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и состоит 762 мм артутного столба. Цены старые, скидки новые. На детскую одежду до 30%. Только в «Карапузе» модные коллекции для стильных малышей. Фабрика «Комфорта». Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Фабрика «Комфорта» держит цены до последнего. Рождественская скидка успеете до 31 января. Грандиозная сезонная распродажа в салоне меха и кожи «Солени Коллизионе». Скидки до 70%. «Сурбут Сити Молл», второй этаж. Спешите на сезонную распродажу скидки до 70%. «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всего наилучшего. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова